Здравствуйте! На библейский портал Экзагет пришел вопрос, как преодолеть сердечную холодность и безразличие. Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь ногу, одень его, и от единокровного твою не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Дела милосердия, помощь ближнему – это не обязательно нищий на улице, которому вы должны найти и дать ему деньги. Это человек, с которым вы живете, которому от вас очень тяжело, или которому вы можете помочь и помогаете. Мойте посуду, моете пол, ходите в магазин, даете ему поспать, варите ему кофе, делайте ему какой-то подарок, делайте ближнего счастливым. Вот это и есть дела милосердия. Начинать их надо с самых близких. С другой стороны, в Евангелии у Христа есть удивительный рассказ о том, как женщина потеряла одну из десяти драхм, и она вносит свечу в помещение и начинает ее мести. Вот преподобный начинает подметать это помещение, для того чтобы найти эту драхму. И преподобный Макарий Великий объясняет это совершенно удивительным образом. Он говорит, если ты находишься в таком холодном немолитном состоянии, ты с усилием сделай хоть что-то. Например, открой Священное Писание, начни его читать. Это будет как маленькая свечка, которую ты внес в темноту своей души. И тогда постепенно все остальное встанет на место. И ты найдешь вот это потерянное состояние, вот этот дар общения с Богом. Сделай первые усилия механические. Очень интересно, кто помнит, сейчас уже, наверное, этот пример не очень действует, а для старшего поколения он будет, наверное, понятным. Когда мы все ездили еще давно на советских машинах с механической коробкой передач, то вот, допустим, зимой у вас сел аккумулятор, и двигатель не может завестись и начать крутить колеса. Как и должно быть так устроена машина. Но вы можете завести машину с троса, включив передачу, и крутящиеся колеса заводит двигатель. С троса или просто толкнуть ее с горки, например, или просто ее несколько мужчин объединялись и разгоняли ее своей просто силой. И машина заводилась. Вот добрые дела, они имеют такое свойство. Иногда сердце молчит, но ум знает, как правильно по-христиански поступить в этой ситуации. Вы начинаете молиться просто устами, из холодного сердца, как говорят святые отцы. И такая молитва, говорят они, особенно угодна Богу, потому что она свидетельствует о преданности, о поиске этой молитвы, о том, что душа тоскует по молитве, на которую отвечает Господь своей благодатью, своим присутствием. Она изнывает в этой холодности. И вот вы начинаете молиться, и молитва приходит. В книге царств, когда говорится об Анне, матери пророка Самуила, есть удивительные слова. Сказано, Бог дающий молитву молящемуся. То есть, когда человек творит молитву, даже при молчащем сердце, Бог на нее откликается и дает молитву как дар. Поэтому, когда у вас на душе холодно, открывайте молитвослов или кладите земные поклоны, читайте Иисусову молитву. Сердце отогреется и молитва вернется. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok